Я приветствую в нашем эфире Илью Пономарёва, бывшего депутата Госдумы России и создателя украинского YouTube-канала и Telegram-канала «Утро февраля». Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Я, правда, предпочитаю всё-таки говорить, что мы российский канал, хоть и вещают из Украины. Простите, да. А в основном всё верно. Да, совершенно право. Сделаем пометку. Российский канал «Утро февраля». Ну, смотрите, власти оккупированных территорий говорят о международном трибунале. Видимо, войдут в него по международной линии Никарагуа и какая-нибудь Северная Корея. Чего мы ждём от этого действия, от этого суда, судилища? Вообще похоже на какую-то публичную средневековую казнь. Ну, это, конечно, чистый воды пиар и попытка сделать вид, что там есть какая-то международная коалиция, какая-то международная поддержка, значит, какие-то союзники. Ведь, если вы обращали внимание, то в российской пропаганде всегда войска называются союзными войсками. То есть, опять-таки, для того, чтобы прокинуть какую-то параллель с временами Второй мировой войны, но только в данном случае это союзники по оси. То есть, вот там Германия, Италия, Румыния и так далее. Смертная казнь как новый стиль. В ДНР вот тоже угрожают повешениям пленных, в том числе и иностранным наёмникам. Насколько можно говорить, что всё-таки будет введён мораторий в ДНР, как вы думаете, на смертную казнь, и всё-таки какая-то гуманность будет проявлена? Это так не выглядит. Мне кажется, да, мне кажется, что там идёт определённая игра, связанная с тем, что Россия всё-таки не хочет нарушать какие-то приличия и отменять у себя мораторий на смертную казнь. В то же самое время шантажировать Запад возможностью расстрела каких-то добровольцев, которые приехали. Кстати, очень важно подчеркнуть, что это как раз те, кто воюют на российской стороне, это наёмники. То есть они в прямом смысле слова наёмники, потому что эти контрактники приходят, соблазнённые большими денежными выплатами, которые обещают из российского бюджета, то есть за счёт средств налогоплательщиков. А те люди, которые приезжают иностранцы в Украину, они как раз это делают не за деньги. И Украина платит, в общем, довольно скромную зарплату по сравнению с россиянами. А это люди, которые, конечно, приезжают воевать и проливать свою кровь исключительно за едию. Как Вы оцениваете вообще перспективы какого-то обмена тех военных, которые сейчас дожидаются этого трибунала? Потому что в России есть такая практика, что когда суд всё-таки выносит вердикт, бывают такие чудесные случаи, когда начинаются потом после этого какие-то довольно быстрые и такие обмены по дипломатической части, по военной части. Вот может быть сейчас после трибунала всё-таки удастся кого-то обменять? Ну, понимаете, обмены идут постоянно. И как раз здесь Украина, на мой взгляд, поступает очень мудро. Сейчас для Зеленского когда-то, когда он только вступал на пост, вот эти самые обмены, это было одним из очень значимых факторов его популярности, поэтому они каждый раз проходили с большими фанфарами, очень публичные и так далее. Сейчас всё это происходит крайне кулуарно, потому что всё-таки приоритет украинского руководства это сберегти жизни своих солдат, и они происходят там каждый месяц. Но в то же самое время российская сторона, она держит вот такие козыри у себя. Эти козыри, это, конечно, иностранные граждане, с помощью которых Кремль пытается выторговать там у Великобритании, у Соединённых Штатов, у других стран, чтобы они не поставляли вооружение Украине. И самой Украиной их фактор давления – это азовцы, которые находятся там в плену. Вы вот сказали, что это такой пиар, когда мы сразу же, первым вопросом была речь о судилище, и вот об этих клетках, которые мы посмотрели, о возможных казнях. Ну, понятно, что на цивилизованных людей невозможно, никак не могут привлекать такие методы работы. Для кого это пиар? То есть кто-то в России, аудитория, жаждет этих казней, хочет на это посмотреть, хочет расправой какой-то публичной? Ну, во-первых, толпа очень часто хочет какой-то расправы, такие низменные инстинкты, которые достаточно легко разжечь и потом на них, соответственно, играть. Кроме всего прочего, мы же видим, какая пропаганда вокруг этого опять-таки развертывается. По-моему, что вот эти азовцы – это нацисты, фашисты и так далее. Но где должен сидеть фашист? Конечно, в клетке. Это только усиливает вот этот самый пропагандистский импульс. И я лично думаю, что вот то преступление, которое было совершено в Еленовке, когда были убиты большое количество военнопленных, ну, там совершенно очевидное нарушение всех конвенций и так далее, эта ответственность прежде всего лежит именно на пропагандистах. Вот они сейчас представляют из себя вот это радио «Тысяча холмов», которое когда-то было ключевым для разжигания геноцида в Руанде. И именно они накручивают людей на то, что это вот главные преступники, что их надо мочить. И думаю, что нашлись люди, которые услышали эти призы. То есть эти клетки – это такой элемент расчеловечивания, правильно? Я понимаю, пропаганда работает, чтобы к ним относились просто как к нелюди. Как к зверям. Как к зверям, да, совершенно верно. Илья, еще хотел вас спросить по поводу визита накануне в Еленовку, в колонию. Приезжал депутат Слудский, приезжали какие-то опять-таки международные якобы эксперты. Приезжал Стивен Сигал, актер некогда, а сейчас один из пропагандистов, я бы так, наверное, сказал про него. Как вы считаете, а приедет ли туда кто-то из представителей реально международного сообщества? Будет ли им открыт доступ на территории колонии, где, как я напомню, произошел не так давно взрыв и погибло несколько десятков пленных украинских военных? Ну, смотрите, я, во-первых, хотел бы подчеркнуть, что сам факт содержания пленных в этой колонии – это уже является нарушением Женевских конвенций, потому что в Женевской конвенции по военнопленным очень четко написано, что содержание должно быть на безопасном расстоянии от линии фронта. То есть не может быть такой ситуации, когда одна из сторон намеренно либо случайно поражает этот объект в ходе боевых действий. Поэтому даже если бы то, что говорят российские пропагандисты, что это якобы украинцы ударили по этому объекту, даже если бы это было правдой, то все равно это бы означало нарушение конвенции именно с российской стороны. Но у них в определенном смысле есть ограничения маневра, они принципиально хотят содержать азовцев на территории ДНР, так называемых ДНР и ЛНР, ровно для того, чтобы они находились в правовом пространстве этих республик, именно для того, чтобы можно было говорить про смертную казнь и про то, чтобы россияне говорили, что это вообще к нам отношения не имеет, это же независимые государства, мы же признали их как независимые государства, ну вот, значит, они как бы решают, что с ними делать дальше. Они типа якобы не наши пленные, вспоминаем историю про союзные войска. Ну, я думаю, что они могут пытаться повязать этой же самой кровью и беззаконием какие-то международные организации. Потому что есть, например, Международный Красный Крест, который, ну, то есть одна история, что там международная организация Красного Креста, которая там вполне нормальная и там с хорошими взглядами, идеалами, там не очень боевая, что называется, но эти мнения просто стоящие из нормальных людей. А у них как франшизы есть региональное отделение, национальное отделение. И российское национальное отделение Международного Красного Креста, ну, это полностью подментованная подкриминовская организация, которая там продана за деньги определенным людям достаточно давно. Мы как российская оппозиция с ней когда-то столкнулись, когда было наводнение в Крымске. Я очень хорошо помню, как мы с ними взаимодействовали, как я тогда ругался, например, с Венедиктовым, который призывал собирать деньги именно в это отделение Красного Креста, которые потом просто банально раскрадывали. И параллельно мы занимались там волонтерским сбором. Ну, вот такое вот фальшивое отделение, фальшивое НКО, конечно, они могут привести для того, чтобы потом показывать пальцем на Международный Красный Крест и ссорить его, в частности, с Украины. А вот скандал с Amnesty International, насколько, по-вашему, он повлиял на имидж Украины, на международный? Там понятно, насколько он повлиял на сам Amnesty, там ушел в отставку соучредитель организации в Швеции даже, ну и вообще они как бы публично жалели об этом докладе. А насколько это действительно могло навредить имиджу Украины на международной арене? Я думаю, что на имидж Украины это сейчас не повлияло никак. А вот для Amnesty International это может даже стать фатальным. История, это уже не первый раз, когда возникают подобного рода скандалы вокруг вот этой вот фальшивой объективности, которую они провозглашают. Ну, просто вы же понимаете, даже с точки зрения здравого смысла идет война. Вот я вот этот пример много раз приводил. Вот представьте себе, там Великая Отечественная война, Сталинград. Вот получается нам Amnesty International говорит, что Советская Армия не должна была защищать Сталинград. Ведь она тоже превращала каждый дом в крепость. Много раз там был на экскурсии дом Павлова, то есть там же все было превращено в руины. Сейчас даже у нас в языке о том, что город превращен в Сталинград, Мариуполь, да, то есть город превращенный в Сталинград. Ну, так Сталинград сломал хребет немецкой армии. И вот эти жертвы, которые понесли жители города, они в конечном итоге спасли миллионы жизней по всему миру. И советских солдат, и британских солдат, и американских солдат и так далее. Что же они должны были сдаться просто и отдать город врагу? Это абсолютно лицемерная позиция, которая упакована в совершенно ложный гуманизм. И, конечно, таких правозащитников надо гнать в три шея. Илья, давайте еще про международную поддержку поговорим, раз уж начали. Нет ли ощущения, что несколько ослабевает сейчас, к сожалению, в рамках войны военная помощь, например, Украине? Вообще, как-то спадает интерес. Мы в целом как будто давно это уже фиксируем с приходом лета, наверное. Но как вы сейчас оцениваете международную поддержку? Поделитесь ощущениями. Знаете, мое мнение строго обратное, потому что я нахожусь внутри этого процесса. И просто есть такой поверхностный взгляд, во-первых, там, общественный, журналистский и так далее. То есть взгляд, грубо говоря, со стороны. Кроме того, надо понимать, что вот этот вот подход, что мировое сообщество устает, еще очень сильно разгоняет Кремль и разные кремлевские симпатизанты. Они все равно остаются и в средствах массовой информации среди политиков. Они очень любят говорить по поводу того, что вот, значит, там происходит падение. Я только что вернулся из Соединенных Штатов, где разговаривал с людьми, которые непосредственно отвечают за поставки вооружений, за военную помощь и так далее. И все они в один голос говорят, что то, что еще там три месяца назад было немыслимым, сейчас является, наоборот, уже мейнстримом. В марте, я очень хорошо помню, я тоже в этом процессе участвовал, как мы боролись за поставки МиГ-29 из Польши в Украину, что зависело от решения американцев, которые были должны заместить своими самолетами полякам эти поставки. И мы не смогли это сделать. А сейчас уже в практической плоскости находятся прямые поставки F-15 и F-16 Украины. Месяц назад, два месяца назад, полтора месяца назад, вы помните, что американцы отказывались поставлять для этих Хаймарсов ракеты дальнего радиуса действий. Сейчас уже этот вопрос решен, и эти поставки начались. Ну и так далее и тому подобное. Могу очень длинный этот список перечислять. Но для нас, наверное, для россиян самый важный другой вопрос, что еще по состоянию, например, мая месяца, вот когда я в предыдущий раз был в Штатах, там слова про смену режима в России были просто табуированы. Это как воздух испортить в помещении. Как только ты начинал на это говорить, начинали махать руками, мы этим не занимаемся, нам сейчас сюда прилетит атомная бомба. Сейчас, при том, что официально такого разговора еще нет, но на уровне экспертного сообщества, на уровне людей, готовящих решения, это опять-таки уже является мейнстримом. Это, конечно, прямой результат вот этого путинского размахивания ядерным оружием над головой. Уже мир понимает, что надо с этим что-то делать. То есть все больше говорят о смене режима в России. Я правильно понимаю вас? Да, конечно, потому что это просто небезопасность. Да, совершенно верно. Каким методом, каким способом, то есть о каких сценариях, давайте так идет речь, какие сценарии лежат на столе у ваших собеседников Америки? Там нету конкретных сценариев. Там есть пока размышления. Они пока больше находятся в состоянии сбора информации, раздумий, что возможно, что невозможно. Как раз они этим активно интересуются. Я же это сужу не потому, что они говорят о том, что мы тут приняли решение, вот завтра отряд спецназа пойдет там, значит, убивать Путина. Конечно, такого нету даже близко. Но, во-первых, они говорят, вот мы никогда не занимались сменой режима в России. Нас Путин все время обвинял в том, что мы этим занимаемся. Но раз он нас все равно обвиняет, потому что мы этим занимаемся, раз он все равно думает, судя по всему, искренне, что мы этим занимаемся. А что мы тогда теряем, если мы будем этим заниматься? Ровным счетом ничего. И что надо думать о том вообще, по каким путям это может произойти. Вот вы как считаете, как российский политик? То есть, а как это может произойти? Потому что они смотрят на российскую оппозицию, они видят, что все сложили лапки и ждут, когда все произойдет само собой. И это, конечно, никому не нравится. Ну, не только в тюрьме, а больше в эмиграции. То есть, ну, в тюрьме все-таки меньшинство, большая часть людей уехала. И люди, конечно, не понимают, что с этим будет дальше происходить. Ну, уехали те, кто не захотелся есть в тюрьму. Это вообще-то логично. А вот тогда давайте поговорим про тему, которая тоже является буквально темой этой недели. Запереть, значит, россиян в России, никуда их не выпускать, тех, кто уехали вернуть, и таким образом попытаться, видимо, свергнуть Путина. Такой сценарий вам кажется реалистичным, а может быть, он кажется реалистичным вашим собеседникам в Штатах? Смотрите, вот эта линия на то, что россияне должны не уезжать, а бороться, это та линия, которая лежит в основе всей санкционной политики Запада. Она никогда просто громко не говорилась, устроил Александр Зеленский, то есть вот со свойственной ему пролетарской прямотой, значит, вот ее вот сейчас вот изложил. Но вы же знаете сами, сколько было разговоров о том, что вот карточки не работают, нам неудобно жить, банки закрывают счета. Вы же не считаете, что это случайно так получилось, и что кто-то про это не подумал? Нет, конечно, про это изначально люди думали, и думали именно в этом самом контексте. То есть на Западе изначально была позиция, она остается, что есть там действительно люди, которые борются, и которым действительно угрожает опасность. И этим людям облегчена процедура получения политических убежищ. Сейчас гораздо проще получить политические убежища, что в Штатах, что в Европейском Союзе. Для них ряд стран сделали гуманитарные визы, то есть, например, Польша отказывается выдавать обычные туристические визы уже давно, а гуманитарные визы, она наоборот выдает то, чего раньше не существовало, и вот уже там несколько месяцев они это делают. С другой стороны, они говорят, ну а вот люди, которые просто к нам едут, потому что им неудобно в России жить, которые ищут лучшей жизни, а мы их не хотим. Мы хотим, чтобы они оставались в России, мы хотим, чтобы они повлияли на эту власть, чтобы они что-то сделали. Если они что-то сделают, и после этого им станет угрожать опасность, да, конечно, мы их защитим. Но пусть сначала что-то сделают, это надо заработать. Но у нас разговор немножко с другого начался, с того, что оппозиционеры не должны уезжать, и оппозиционеры должны продолжать вести свою оппозиционную деятельность в России. Не сочтите за то, что я хочу какое-то личное вам предъявить или обидеть, но вот эти люди с вами разговаривают, а вы как раз оппозиционер, который покинул Россию, и какова это ваша позиция. То есть как это разграничивать? Кто достаточно сделал ему, и кого хотят принять, а кто сделал недостаточно. И достаточно ли выйти с плакатом сейчас, получить административку, и тогда тебя будут считать приемлемым кандидатом? Ну, смотрите, я сейчас без эмоций, я просто чисто рационально. То есть поскольку я большому количеству людей помогал получить убежище на Западе и уехать из страны, и делаю это сейчас, поэтому процедура – это хорошо известно, каким образом получаются политические убежища или гуманитарные визы. Есть простые критерии, надо показать о том, что тебе действительно грозит опасность, и ты можешь это сделать. Более того, на территорию, например, Евросоюза можно попасть вообще без визы. Есть способы, каким образом это сделать, и попросить политическое убежище, уже находясь на территории Евросоюза. То есть, опять-таки, через мои руки прошел не один, и не два, и не десять человек, которые воспользовались подобного рода траекторией. Кроме того, есть страны, к которым можно уехать очень быстро, безвизовые, которые Грузия, например, или Турция, но много-много кого. То есть, и тем самым обезопасить себя. Ну, в моей деятельности у меня тоже был не один десяток человек, которые переходили границу просто нелегально. Им обеспечивались коридоры, которым реально угрожала опасность, у которых там на хвосте висела ФСБ, и то есть, которых могли арестовать и посадить на длительные сроки. Так что все эти вопросы, они решаются. Те люди, которые занимаются реальной борьбой, это не так сложно решить. У них всегда есть в поле общения те, кто им могут помочь. Но что касается меня лично, я, во-первых, у меня многократно это подчеркивал, я никогда добровольно из России не уезжал. Мне не дали возможность вернуться, у меня просто была закрыта государственная граница. Я не собирался уезжать ни на одну секунду и собирался быть на нелегальном положении в России после своего голосования в 2014 году. Но власти это, естественно, понимали, поэтому сделали так, как они сделали. Но я в России уже не был давно, но я в Украине занимаюсь именно тем, про что я говорю. Я занимаюсь именно такой политической работой именно в России, которая связана с достаточно существенным риском для безопасности в Украине с первого дня вторжения. У меня автомат в руках. И поэтому упрек ко мне, что я не делаю то, про что я говорю, он не падает. Илья, Шуман наделал ваше недавнее заявление о том, что Путин бисексуал, накабаила, как говорят, борода на свенге, ну или прикрытие. Скажите, а кто свечку держал? Свечку, так скажем, непосредственно, наверное, никто не держал, да? Но я, поскольку знаком со всеми фигурантами этого процесса, да, и хорошо помню, каким образом раскручивалась история относительно Алины Кабаевой. Тогда был сделан достаточно искусственный скандал с газетой «Московский корреспондент», которая принадлежала Саше Лебедеву, из НРБ. Опять-таки я видел, что именно Кремль занимался раскруткой этого скандала совершенно осознанно за это отвечал такой Сергей Истарджемский, если вы его помните. Его за это отблагодарили очень комфортной жизнью в Италии. Он после этого как раз уехал и очень там себя комфортно чувствует. То есть ему дали очень хороших отступных. Кроме того, у меня есть несколько свидетельств людей, которые, так скажем, свечку не держали, но были очень близко к процессу разных мальчиков, которые могли общаться с Путиным напрямую. Вот под конец нашей беседы вышли действительно какие-то волнующие всех темы. Не могу вас не спросить про здоровье Путина. Политолог Валерий Соловей периодически дает нам медицинские сводки из кремлевских кабинетов. По разным данным, у Путина недавно была онкология, вроде была и операция, и химия. Может быть, вам что-то об этом известно, раз вы знаете участников нашего с вами разговора лично и имеете какие-то источники там. Вы знаете, у Путина регулярно появлялись проблемы со здоровьем, и как минимум лет 10 я слышу про одну, другую, третью информацию, и поскольку там свою бытность даже в России я регулярно видел Путина близко. Я общался с ним только два раза в общей сложности, но близко его видел часто. Поэтому он просто немолодой человек, и подобные проблемы возникают. Я сильно сомневаюсь, что у него сейчас проблемы носят, что называется, терминальный характер, и он собирается в ближайшие месяцы помереть. Мне кажется, что это нет. И в любом случае, на Бога надейся, а сам не плашай. Может быть, конечно, что называется, Всевышний и приберет его к своим рукам, но я думаю, что в наших планах на это рассчитывать не стоит. Надо рассчитывать только на винтовку в своих руках. Илья, спасибо большое за этот откровенный разговор, за то, что держали удар от наших вопросов. Тоже спасибо. С нами был политик Илья Пономарев, а мы двигаемся дальше. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал в YouTube. Это поможет как можно большему количеству зрителей увидеть те программы и те новости, о которых мы рассказываем. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. У нас интересно. Продолжение следует...